Три месяца подписки на ВК-музыку. Бесплатно. Оформим подписку на ВК-музыку. Прямо сейчас. Итак, первый. Анатолий Бороздин. Стендап-комик, более известный как странный тип с района. Ваши аплодисменты. Анатолий Бороздин. Город Санкт-Петербург. Между прочим, город Санкт-Петербург. Это видно в каждом жилеточном квадратном миллиметре. Ну, свидетеля со свадьбы дернули, вы гляньте. Это всем гордым собирали. Идем дальше. Самый начитанный стендап-комик с фамилией Щербаков, которого я знаю. Варя Щербакова. И, наконец, неотъемлемый участник таких слов, как Вашингтон. И припева «Ваше благородие, госпожа удача». Саша ваш. Город Нягонь. Город? Серьезно? А? Город Нягонь? А почему нет? Мы же всегда варим. Российский район, да? Да. Задача участника в течение минуты говорить на заданную тему без воды, запинок и повторений слов, в том числе однокоренных. Участники имеют право прервать говорящего, если заметят нарушение правил. Если меня возражение устраивает, возразивший получает один балл. А если нет, то говорящий получает балл, и минута продолжается. Тот, кто дойдет до конца минуты, получает дополнительный балл. Вы, короче, все знаете. Условия. Давайте не будем... Ваня, самая заморочная ролевая игра. Вообще. Я не знаю, чем это все закончится. Какой оргии на пятерку. Но суть в том, что... Это маленькая механическая рука, по словам, которой он мастурбируется. Вот это же искусственное. У меня там своя. Давайте, кто первым начнет, определим. Давайте первым будет рассуждать на тему тот, кто назовет самое крутое слово на букву О. Одно слово на букву О. Охуеть! Охуеть. Так. Хорошо, Варя. Надо нажимать? Нет. Ондатра. Ондатра. Это выдроподобное. Да. Так. Нет, это я говорю. Ты знаешь, я вообще узнал о существовании ондатры из Лапенко только. Когда посмотрел. О, ондатры еще бывают. Анатолий. Олицетворять. Пошел ты. Олицетворять. Олицетворять. Охуеть. Крутое слово у нас. Итак, охуеть, ондатры, олицетворять. А как же О? А могут они в одном предложении где-то встретиться? Охуеть, как он олицетворяет ондатру. Это в театре мы сидим с тобой. Вот это да. По моему мнению, должен начать Анатолий Бороздин. Да. Олицетворять. Да. Интро. Нашей передачей будет Анатолий Бороздин. Анатолий Бороздин, тебе достается слово. Готов? Да. Тема. Ну да. Ты рассуждаешь одну минуту. Ты уже поплыл, да? Большая ответственность сразу. О-о-о. Жилетка там авансом, судя по всему. Либо жмет. Очень сильно. Я докажу. Ребята, будьте внимательны. Тема шоколадные соски. Время пошло. Как хорошо, что мне попалась моя любимая тема. Льет воду, льет воду, льет воду, льет воду, льет воду. Учитывая, что мы еще не знаем, куда он вел, аргумент не засчитан. И Анатолий с плюс одним баллом продолжает свое повествование. А ты хорош. А нет такого, что предвзятое какое-то отношение к Анатолию здесь? Нет, отличный костюм Анатолий. Спасибо. Так. Время идет дальше. Взрослый человек уже не любит обычные конфеты или даже киндер-шлю... А-а-а! Нет. Саша, Варечка, я бы тебе за энтузиазм, азарт и все остальное, и крик, и голосовые связки поврежденные, один балл достал. Я когда вижу разлинейную тетрадь, я всегда говорю, исподняя. А присмотрись к тексту на этой тетради. Не хочу. А я старался. Потом тогда надо. Может быть, какая-то пасхалочка там скрыта? Так что, я получается... У меня хвостик сзади, мушкетерский, вот так вот. И механическая ручка маленькая. Хватит тулить эту шутку. Блин, а ты же на лошади сидишь, типа, ну, потом на графике будет, как будто ты сидишь на лошади. А можно? А не поэтому на зеленом фоне ты сел? Это вот это сюрприз на днюху. Конечно. Так, Саша ваш, плюс балл, продолжай, время идет прямо сейчас. Было, было. Шоколадные соски. Дамы и господа, шоколадные соски, что мы знаем о них? Во-первых, для меня с детства это лучший семейный десерт. На любом застолье, когда мы собираемся с семьей... Семейный? Семей? Умничка, плюс балл, продолжай. Сучка, гори в аду. Масло? Масляное. Согласен. Моя девочка, продолжай. Давно ли я намазывала соски шоколадом? Нет, буквально минуту назад. Сегодня здесь я с ними. Я намазывала, я с ними. Умничка. А как можно было заменить я? Ваша покорная женщина. Шлужанка. Ваша покорная женщина? Ваша покорная. Не выдавая свои желания за действительность. Шоколадные соски, вы сами эту тему как будто подсунули мне. А что, шоколадные соски делают женщину покорной? Начнем с того, что и мужчины могут быть шоколадные соски. Анатолий, вы мне нравитесь. Приходите к нам с Анатолием на ужин. Плюс один балл, продолжай. Шоколадные соски. Да. Нельзя недооценивать, конечно же, мужчин в данной сфере, потому что некоторым из них, кому сильно повезло, можно намазать не только соски шоколадом, но и кое-что поинтересней. Допустим, в области плеч у некоторых из них растут волосы, такие же, как и на сосках. В принципе... Соски-соски. Абсолютно верно. Есть еще не просто странный синдром Туретта. Соски-соски. Да, да. Я испугался опять. Соски-соски. Варя, плюс один балл, продолжай. Пять секунд, Варя. Ну что я могу сказать на эту тему шоколадных сосков? Мне это нравится. Блестяще. Все, не расстреливай, чуть-чуть оставь. Эх, расплавить бы, да и масло намазать, да? Ой, я возбудилась реально. Варечка, это прекрасно. Итак, к этому моменту... Но за это баллов же не дают дополнительных? За что? За возбуждение. Нет. Это мой дополнительный балл. Это да, это для шоу. К этому моменту Анатолий Бороздин имеет один балл. Александр Ваш имеет два балла. И Варя Щербакова три балла ровно. Я опять испугался. Бабы, поаплодируйте! Один мужик в зале, реально. Здесь все происходит женском мусорье. Всем привет! Я склад рулонов. И со мной чуваки, которые сегодня изо всех сил будут делать вид, что мы друзья. Ого! Скажи еще что-нибудь крутое, чтобы мы неадекватно, эмоционально отреагировали. Мелирование это модно. Да! Ты сумасшедший, как те мужики 40-летние на моноколесе. В прошлом выпуске мы 24 часа гипертрофировано говорили ого! Ого! А сегодня мы будем делать то же самое, только в конце придет клоун. Ого! Ого! Это нереально! Это круто! Что крутого? Вам не кажется, что мы немного дофига сильно старовато для того, чтобы делать детский контент? Может быть, наконец себе уже найдем нормальную работу? Да! Что да? Тебе 30 лет, у тебя двое детей и лысина. Ты что, не хочешь попутешествовать по миру? Или выспаться? И работать из кровати? Точно! Это было бы круто! А еще получать много денег и быть востребованным! Склад, ну что нам делать? Нужно стать айтишниками! Будем работать из дома и получать кучу бабок! Но мы же не умеем программировать! Чтобы стать айтишником, это не обязательно! Одна из самых доступных специальностей для новичков – это тестировщик! Инженер по тестированию ищет ошибки на сайтах и приложениях, чтобы с ним не столкнулись пользователи! Это отличная возможность тыкать других в свои ошибки и за это получать деньги! А где нам этому обучиться? В SkyPro! Онлайн-университете рентабельного образования от Skyeng! За время обучения вы получаете 4 проекта в портфолио, диплом о профессиональной предподготовке, поддержку кураторов, а также много практики на курсе, и вас доведут до трудоустройства! Это запредельно круто! А еще они добавили курс-блок автоматизации! Знания и навыки автоматизации гарантированы преимущество при поиске новой работы! Только в SkyPro во время обучения вас научат пользоваться чатом GPT в своей профессии, чтобы вас никогда не заменили роботы! А если я пойму, что это не мое? Есть время подумать во время обучения, так как можно сделать полный возврат средств в течение двух недель обучения или честный перерасчет! А может, что-то подарим нашим подписчикам? А для них у нас есть промокод АБРАМОВ, который дает скидку до 50% на все курсы SkyPro! Ссылка в описании или по QR-коду! Оставь заявку и получи бесплатную карьерную консультацию! Как же я устал! Варя, так как ты дошла до конца по времени, ты должна определить, кто из твоих оппонентов будет начинать рассуждать на следующую тему. Ну, Толя уже начал, пусть Саша начнет. Итак, Александр ваш, тебе достается тема «Бисексуальный Чиполино». «Бисексуальный Чиполино». Данный фанфик известен с 1735 года, написанный некими подростками. Постоянно «э-э-э» вот так делает. А у меня другое возмущение есть. Я возмущена, что к биполярному, бисексуальному Чиполино привязали шоу-импровизация. Фанфики только про них видела. Больше ни про кого. «Бисексуальный Чиполино». Слушайте, ни один аргумент не принимается. Я бы тоже так поступил. И Александр ваш получает еще один балл. «Бисексуальный Чиполино» итальянского происхождения. 47 секунд. Итак, на чем зыждился данный фанфик? В завязке все было просто. На чем зыждился? На чем? А как правильно? Это по-казахски «зыждился», а правильно «зиждился». Абсолютно согласна с Анатолием. Анатолий, с плюс одним баллом продолжает повествование. «Бисексуальный Чиполино может расти и на грядке с луком». При этом совершенно… Ну, пауза была какая-то. На грядке с луком. И дальше как будто он отправился куда-то в небеса. Искать там вот эти… Хватать слова, которые утекают из-под ног. Ну, это была творческая, техническая, актерская пауза. Творческая, техническая или актерская? Давайте так. А приедите сюда? Анатолий, давай на первый раз прощаю. О, спасибо. Но второго не будет. Но балл тебе не даю за то, что тебя прервали. Сука, я хочу в МГИМО поступить. Дай набрать баллов. Анатолий, продолжай. Балл никому, но ты продолжаешь. «Чиполино пахнет не так, как мы привыкли». «Чиполино не пахнет». О, ну почему-то… «Чиполино, Чиполино!» «Чиполино, Чиполино» приносит балл Варе Варе. Варя продолжает на тему «Бисексуальная Чиполино» 24 секунды имея. А почему, спрашивается, мальчик-луковица не может иметь разных биполярных предпочтений? Ошибка. Ну не биполярных же. А? Мы про другое. Бисексуальных. Да. Подождите, Олег. Значит… Ошибка. Не Олег, а Семен. Поехали. Нет, ну это какой-то… «Чиполино» в данной ситуации выступает как некий квазиорганизм, который попытался впитать в себя как правую, да, скажем так, направленность. А что такое «да, скажем так» вот это? Это? Будем говорить… Это будем говорить Чиполино. Ты считаешь, что это слово «паразит», да? Ну да. Слушайте, а давай у зрителя спросим. Типа, если вы уже забыли, я понимаю. Расскажем так. Да, речь была, расскажем так. Значит, такой был мой… Мое притязание. Или что, да? Ребят, вы можете материться, все нормально. А, я доебался. До того, что… Ну и мне похуй, пусть забирает. Я хочу, чтобы Саша продолжил повествование. Паша, ки-ки-бу! Так, я даже позу запомнил, в которой я был. Правую сторону. Продолжим с нее. Саша, плюс балл, продолжай. Правую сторону. Так скажем, это нормально. Продолжай. Так скажем, правую сторону сексуальности, так и левую, которая всегда… Так, так. Варечка. Блестяще. Плюс один балл и, возможно, плюс еще один. Я хочу, будем называть ее «горгулья последней секунды». Бисексуальность Чиполина. Удачи. Бисексуальный Чиполина. Радо. Обидно, Александр, вам. Так, к этому моменту, после двух раундов, у Анатолия Бороздина два балла, у Александра, ваша, пять баллов, и у Вари Щербаковой шесть баллов пробок. Откуда? Захлужен, абсолютно. Прерывание. Я понял, там северные надбавки. Дошла до конца, соответственно, и она решает опять, кто будет из вас первым рассуждать на тему. Саша Ваш. Саша Ваш рассуждает на тему «Как побороть возбуждение на уроке?» Как побороть возбуждение на уроке? Ну, прежде всего, там этому способствуют портреты мужчин, которые висят над доской. На выбор. Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Александр Эскобар. Или кто это? Что? Не знает Дюму. Что? Я старался, давал заказы художникам, а вы мои пасхалки неправильно Передачу Абрамова не знать, как выглядит Дюма, а? Но это вылитый Эскобар. Вы смотрели «Нарко»? У Эскобара вот здесь напудрено, понимаешь? Это из сериала «Клот». Видишь, он вот так вот со стола встал. Ну, все по делу, все по делу, я согласен. Варя плюс балл, хотя, по мере, это 4 балла. Варя продолжает тему, которую я сказал ранее. Господа, как побороть возбуждение на уроке, не имея ни малейшего понятия, ведь частенько я его испытываю сама. Их бит ваша покорная слуга Ай-Эм Варвара Щербакова. Ну, русский язык же у нас здесь воспевается. Ну, какие англицизмы? Почему нет? На ваш взгляд, их бин – это англицизм? Родная речь впитала в себя столько, столько французских слов. Шедевр, шедевр, гардероб, гардероб. Аде-калон. О, де-калон. Да? Это просто… О, ревуа, Александр. На самом деле просто… На самом деле просто становится страшно, когда девушка с белыми волосами говорит… Переходит на немецкий. Их бин – да, вот и все. Дакоп не засчитан. У меня уже, ну, я очень… У Вари плюс один балл, Варя продолжает. Азарт невероятный. Продолжай. Варя продолжает. Да, Коля, мы будем терпеть этих сексуальных учителей за нашими партами. Бывало… Приходишь на урок? Учителя же не за партами. За партами ученики. Нет, подожди, ты что, ну, в богатой школе учился у нас? Учителя сидели за партами. А правильно, что у вас, типа, учителя сидели вместе с вами за партами? И тут же такие, да я сам не понимаю. Смотри на доску. А что, когда зарплата вообще? Я тебе что могу помочь? Не врубайся в эти правила. Это чистая правда. Саша плюс один балл. Кстати, я перестал слышать этот звук. Где? А у тебя под столом. Маленькая механическая рука. А мы тянем эту линию или нет? Да что ж такое? Мы тянем это или нет, Ваня? Как пасить так женщине за это плазать, что ты ее механической рукой называешь. Все, Саш, плюс один балл. Продолжай. Также противостоять сексуальному возбуждению на уроке, конечно же, могут. Сложные задачи. На уроке вот что-то. Вот, пожалуйста. Это в Испании множественное число. Уроке? Уроке. Уроке? Да. Хорошо, все. Я один раз пытаешься, я дальше не полезу. Анатолий Борозин, продолжайте. Если первый подобный инцидент произошел с вами на биологии, вас легко понять. А если виной тому? Если, если. Обожаю, когда Варя уверена в аргументе. Если, если. Это горгулья последних секунд, я вам говорю. Ближе к концу передачи Варя хребет себе сломает. Варя, плюс один балл. Восемь секунд. Все шансы. Поехали. Толь, работай. Ну что, скажите мне, никто из вас ни разу не испытывал возбуждения, глядя на физрука? Эти мускулы. Эти плечи. Эти-эти. Сама. Сама. Один раз за всю игру можно самому себя прервать. Варя это сделала, получает один балл, идет. Я бы это сам сделал, но минуты через три. У меня просто реакция не такая, как у нее. Я предполагаю, что выпуск 8 марта выходит. Возможно, кстати. У нее день рождения как раз. Первый января. Итак, Варечка, 10 миллисекунд. Поехали. Очнитесь! Анатолий Бороздин, три балла. Александр Ваш, шесть баллов. И Варя Щербакова, шесть плюс пять, одиннадцать баллов. Кас, ой, всемогущий. Да. Я такие цифры даже не знаю. Но я на самом деле и шел на три балла. А тройка тоже оценка. Следующая тема. Варя опять дошла до конца. Ну что, Варя, решай, кто будет говорить. Анатолий. Анатолий. Анатолий, тебе достается тема «Идеальный отчим». Фух. Не только тема мне досталась. Я не понаслышке знаю, что такое «Идеальный отчим» на самом деле. Человек, с которым вы никак не связаны с семейными узами. Просто прохожий с улицы. Если повезет, это высокопоставленный пауза. Пауза, Саша плюс пал, продолжай. А Толя молодец. Толя очень молодец. Толя все равно молодец. Тридцать секунд, я столько не умел вообще никогда. Я жду время. Я не понял, как пришло. Время пошло. Идеальный отчим. Идеальный отчим по своей сути это кто? Это, конечно же, биологический отец. Это, это. Ой, я устала. Эта конструкция используется в других передачах. В других передачах. Согласен. Варя, продолжай. Слава богу, никогда у меня не было отчима, но мой отец стал приемным для других детей. Это было больно. Ну это, я думал, это технический брак, но это... Он монтирует, он сидит монтирует. А я просто думал, что он аварийно катил эмоции. Думаю, за драматургию стоит. Саша, продолжай. Там пауза была, конечно. Идеальный отчим это человек, который не жалеет на тебя ни средств, ни времени. Ни-ни. Эта конструкция. Мой косяк. Варя плюс балл продолжает. Я продолжаю. А, конечно. Под коленками вспотела. Сейчас Толя Бороздин весной проснется из берлоги и на присоединиться. Повторяется. Кстати, я готова доебаться до своего доеба. Хорошо. Реально, это была действительно конструкция ни-ни. Ну то есть это не тавтология, не повтор. Подачки не нужны. Тогда я продолжаю. Продолжай. Эмоции делают их сильнее, поэтому мы не должны были припаскивать. Толя, спасибо за попытку. Продолжай, Варя. Когда мне было 11 лет, у моей мамы появился мужчина, который жил некоторое время с нами. Он был корейцем и привозил различные сладости для меня. Хорошо. Как будто начало дневника детского. К этому моменту Анатолий Бороздин имеет 3 балла. Собственно говоря, как и предыдущий раунд. Александр Баш имеет 8 баллов. И Варя Щербакова имеет 15 баллов. Если бы это больше, чем Саша и Анатолий вместе. Я хочу сказать, что если бы Варя училась со мной в классе, то я бы сел в тюрьму. Скорее всего. Она бы преподавала, мне кажется, у тебя. Потому что за покушение на убийство. Из-за нее ты бы сел. Я, кстати, плохо училась. И никогда отличницей, выскочкой не была. Правда? Если бы была вот эта, которая типа... Мне кажется, Варя идеальное имя, чтобы ученица говорила Ваечка. Мне говорят, Щербакова. Да, Щербакова. Так обычно было. А ты, Саша, был отличником? Всегда был отличником. Серьезно? Абсолютно отличником. А медаль какая-то может быть? Красноватая. Красноватая медаль таких медалей? Из дерева. Красное дерево. У нас это считалось изыском. То есть есть золотая, серебряная и... Знаете, там, дурачку красное из дерева? У нас раунд с осложнением. Варя, кто будет начинать? Ну, пусть начнет. Так, кто же уже? Саша. Саша, тебе достается тема. Математика для тупых. Ты должен рассуждать в идеале одну минуту с эмоцией грусть. Математика для тупых, эмоция грусть. Время пошло. Что такое плюс? Это когда два числа, непохожих абсолютно друг на друга, соединяются вместе. И получается третье число. Число-число. Варя плюс... О, сейчас как вспомнен. Плюс вал. Варь Щербакова показывает мастер-класс. Математика для тупых с эмоцией грусти. Варя Щербакова, время пошло. Ну, знай, шаг вправо-влево. Больнее, чем о логарифмах. Я не рассуждала в жизни больше ни о чем. Мужчины уходили от меня. Не по теме. Математика, мужчины. Я не договорила. Варя, продолжай. Тогда давай, как будто я не останавливал. Варя, на той же эмоции мужчины. Я готова. Не, Варь, давай с осуждением Александра. Саша, это так неприятно. Это больно. Это это. А нельзя себя... А, ты уже рассуждала? Я просто думал, что ты это. Время шло, время шло. А больше одного раза себя в этой передаче нельзя. Согласен, я про то же. Да, соответственно, кому ты передаешь слово, коли тебя никто не перебил? Тогда себе. Собя. А себя как зовут? Анатолий или Александр? Варечка Щербаковой. Мои любимые девочки. Вы такой настоящий комикси. Комики грустные люди. Через 20 лет будет идеальная бабка-плакальщица. Номера пока не позже. Вот это может у нас покинул? С тюбиком вот так. Варечка, Александру даешь слово? Или Анатолию? Ну, столь-то допустим. Анатолий, мы тебе балл не даем, но даем шанс 30 секунд за грустью рассуждать. Математика для тупых, пожалуйста. 30 секунд. Время пошло. Иногда сложно вычислить производную. Чересчур длинное сложно. Очень грустно тянул. Мне наоборот понравилось. Плюс один балл Анатолию. Анатолий продолжает. А у него три. Но что сделать, если посчитать ее не из чего? Если нет у тебя никаких чисел, посчитать, простите, не из чего что? Математику не из чего посчитать? Нет. Он производ... Производу. Он нить ведет, которую задал в начале. Толя, продождай. Продождай, продождай. Еще страшнее. В своей жизни, конечно, столкнуться с дискриминантом. Всего один раз у меня было такое, и я уже никогда не забуду. Ару! О, это браво! Браво, браво! Анатолий Бороздин в этом раунде, знаете, сколько заработал баллов? Больше всех. Три. Итого у него пять. Но тем не менее он на последнем месте. Это же шесть. Математика для грустных. Три плюс три, пять. Александр Ваш, восемь баллов. И у Вари Щербаковой семнадцать баллов. Это было очевидно. Идем дальше. Анатолий, ты дошел до конца. Кто будет дальше рассуждать? Дальше рассуждать. Предпоследний раунд, напоминаю. Предпоследний, да. Дальше будет рассуждать Саша Ваш, но потом он повторится, Варя Щербакова прервет его. Дальше будет рассуждать. Можете выключать. И победит. Вот, я так считаю. Хорошо, Александр Ваш, тебе достается тема. Самый бесполезный совет, условие подмигивать после каждого сказанного тобой слова. Время пошло. Что могу? О, Миталик! Здраво! Виталик! Это мой мозжечок, если бы сейчас... Сказали же после каждого слова, Виталик! Это ты не справился. Иди в угол. У меня есть там комната в углу. Все. А кто? А что? По факту. Варя, плюс один балл, продолжай. Подмигивать. Самый бесполезный совет, который мне когда-либо давали, это было... Сказали подмигивать, а не моргать. Подмигивание осуществляется одним из глаз. Нет, я видел два. А я не видел тот глаз. Я видел сокращение мышц обоих век. А еще вас не смутило? Нет, это тюремный флирт. Я как будто... Это как будто мой отчим. Я с Дальнего Востока, а это нервный тик. Я предлагаю тебе в следующий раз говорить чикс. И чикс. Да нет, ну это прекрасно. Подмиг не согласен. Варя продолжает. Господа, к теме. Когда мне Ваня сказал, чтобы я говорила... Ну что это за речь, господа? Это неродная какая-то речь. Ну типа, когда мне Ваня сказал, чтобы я... Это так не говорят. Почему? Мне Ваня... Когда мне Ваня сказал, чтобы я... Ваня попросил меня, чтобы я... А когда мне Ваня сказал, чтобы я... Нет, когда мне Ваня сказал, чтобы я пришла в розовые футболки. Я же им не договорила. Реально, так говорят. Все, я перестал еще... То есть ты закапываешь мужское начало. Чем был до этого. Но я готов, чтобы вы, смотря на меня, знали, что так делать не надо. Честь и хвала Варваре Щербаковой. Это титры, это титры. Пусть она продолжает. Это уже какая-то прощальная речь. Честь и хвала. А мы просто джокеры, которые нужны, чтобы выигрышно смотрелось... А мне кажется, мы нашли следующего Пашу техника, когда тот закончится. А вот же... Слушай, что, засчитаем до коп или нет? Мне кажется, очень странный до коп. Моя претензия в чем была, Иван? Что в чем? Так. Не. Гава. Ряд. Нет, ну речь-то... Это не речь. А как, что это? Это произнесение слов с гигантским, как до Португалии, интервалом. Хорошо, давай так. Если Александр ваш сейчас покажет мастер-класс... Нет, подождите. Я просто против нее. Я не за себя. Назвался кем-то, полезай в короб. Я поддерживаю вас. Ванюшка, спасибо. Если мы же хоть что-то... Ну нет, это шляпа, пусть продолжаем. А вот кому-то приятно, что он меня Валей второй раз назвал. Кто? Толя. Нет, Торя. Она Торий. Валя искал. Ваня? Блин, я думал, что ты Валя. Я думал, что ты Валя. Валя Сидоров. Ты думал, что она Валя? Что я Валя Сидоров. Я думал, что она... Я подзапустился. Блин, надо... Можно я тоже буду говорить женским голосом? Я приятно. Это же самое я сказал. Валя Сидоров супер. Ну ладно. Толь. А значит, я что считаю? Вам беднее. Варя продолжает плюс один балл. Когда мне Ваня сказал, чтобы я говорила слово и после каждого подмигивала, На мой взгляд, это было самым странным советом. И поэтому ваша покорная слуга... Заскучал. Сука! Падла! Ты! Знаешь, в чем прикол? Я сейчас не продержусь пять секунд, подмигивая после каждого слова. Роботизированная речь. Мне не нравится. Говорю вот так. Не вскучал. А как мне говорить? Может быть, на самом деле дело в баллах, правда? Что на меня давит вот это отставание гигантское. И я пытаюсь любыми способами тебя столкнуть, Варя. Так ты ей помогаешь, ты три балла ей принес в этом раунде. В том числе. Варя, продолжай. Плюс один балл, пять секунд. Продолжай. Вам не кажется, что этот совет был самым странным? Я не успел нажать, потому что она не договорила. Так, смотрите, просто такая ситуация, что у нас у Толи Браздина пять баллов, у Анатолия... Шесть, у него шесть. С чего вдруг? Три плюс три равно шесть. А может, там что-то отнялось? Мы не знаем. Где шесть? Три плюс три равно шесть. Пять нормально. Но я предлагаю. Ребят, я сейчас скажу, сколько у Варя, и там хоть восемь будет. Вот у Саши ваше восемь. Пять мне нравится. Это будет круто. Типа, единственный человек в вашей программе, который три плюс три получил пять. Пять баллов. А знаете, сколько у Варя? Сколько? Я думаю, двадцать. Было до этого семнадцать. У тебя двадцать два балла. Двадцать два балла. Отличная цифра. Я ради тебя скажу. Смотрите, мы идем просто в шальной раунд с умножением на три. Шальной раунд голые. Но шальной раунд, у нас там нет джингла, как у родной речи. Я попрошу вас сейчас самим придумать джингл. Шальной раунд с Александром ваш. Только мы сканем по полю идем. Шальной раунд. Я бодренько, она просто сама очень меланхоличная. Хорошо, Варя. И там шальной раунд. Хорош. По теме. По теме. И здесь она лучше. Да. А вы там еще домашку не задали? Итак, самое шальное лицо в плане громких шальных интонаций. Анатолий Бороздин, шальной раунд. Шальной раунд. Это по-моему гран-при. Губы, как-то жалко. Как будто октября-то уходят. Что? Толь, кайф. Шальной раунд. Толя, да? Толя делает погоду. Дай реализоваться. Что это? Или Варя? Браво! Толя! Спасибо, спасибо. Я на самом деле очень рад такому тонкому драматургическому моменту, когда вы сначала не любили меня, но сейчас из-за того, что я сыграл на губах. Год равных возможностей. Да, я вам уже нравлюсь. Я вам уже нравлюсь. Круто. Такие люди, как я, люди с особенностями развития. Толя, это кайф. Должны иметь такое право. Толя, кто будет сейчас рассуждать на определенную тему? Я думаю, Саня. Я верю в то, что он сможет переломить ход этого противостояния. Здравствуйте, я открыл до семи. Саня, рассуждай на тему, где цена вопроса 3 балла. Тема «Недостатки Ивана Абрамова». Все вы знаете недостатки Ивана Абрамова. Первое. Он не сепарирован. Второе. Что за смех, Иван? Это правда, да. Второе. Он выдает чужие костюмы за свои, дорогущие. Это, между прочим, Баленсиаго. Чужие костюмы за свои, дорогущие. Построение предложения неверное. Неграмотно. Еще там было повторение местоимения. А это диверсия. Повторение местоимения он был. А Варе как будто ненасытно, да, в своих баллах. Итак, Варя, у тебя плюс 3 балла к твоим 22. Где-то Толя Бороздин теряет даже брови. Понимаешь? 25. Скоро количество баллов догонит ее возраст, и она загрустит. Реально скоро. Александр ваш. Жалю членам. Ой, что... А, можно же, Марк. А, это даже не Марк. Это не Марк. Это даже жалю членам. Это еще одна правда. Еще один хайлайт. Варя, у тебя продолжение есть в теме недостатки Ивана Абрамова, которая начинается прямо сейчас? Разумеется. Ну, какие могут быть недостатки у Ивана Абрамова? Посмотрите, гениальный пародист, прекрасный актер, замечательный муж и отец, но, увы, сексист. Все мы помним его... Нет, я извиняюсь, что я, может, не вовремя или поздно, но я считаю, что Иван Абрамов больше, чем просто пародист. И... То есть я думаю, что... Я извиняюсь, может быть, я... Нет, он пародист. Может быть, я поздно, но в первом раунде, по-моему, там Варя, ну, немножко неправильно вообще протестовала. Мы можем сейчас быстро как-то отмотать все? Это изменит ход игры. Отыграть назад. Нет. Ой. А я же сказала, что он и пародист, и актер, и муж, и отец, и сексист. И сексист. Конечно. Я извиняюсь, круто было, если бы ты такой... И реально отматывается. И заново все по-другому. Мы все делаем вот эти... Такой выпуск, вот такой выпуск новогодний. Варе больше баллов, если ваши сложить и умножить на два. Варя, продолжай. Все мы помним знаменитое незыблемое высказывание Ивана о его супруге. А почему это незыблемое? Мне кажется, довольно зыблемое. Варя, продолжай, что у тебя плюс три балла. Разве? Нет, я согласна с Сашей. Это действительно... Нет. Я неправильно употребила значение. Нет, я сделал чушь. Нет, ну почему? Я жалею о ней уже секунд сорок. Это твое мнение, незыблемое. Варя, продолжай. У меня плюс три уже устала ручка писать. Честно скажу, что не могу представить ни одного недостатка Ивана Абрамова, ведь со школы еще влюблена в его талант. С каким обожанием ваш покорный слуга наблюдала игры КВН с участием Вани? Просто аплодировала стоя. Он был великолепен. Страшно сказать, но Варя уебала с ноги двух участников, судя по баллам. По чемодану с баллами. Итак, давайте поаплодируем Анатолию Бороздину. У него пять. Кумир! Коля Кумир! Который сегодня с активом в семь баллов закончил игру. ПТУ! Все, кто был со мной, пристегнитесь, мы падаем. Все, кто не верил в Толю Бороздина, отстегивайтесь, вы приехали. Саша ваш блестяще закончил игру. Восемь баллов! Браво! Я еще репетитором подрабатываю номер мой, запишите. Иногда, спросите ли вы, а сколько будет семь плюс восемь умножить на два? Тридцать! Что на семь меньше, чем все то, что заработала Варя Щербакова со своей тридцатью семье? Семья! Да ладно! Семью баллами! Варя, но это чистый признанный гений жанра, я считаю. Вот если это новый жанр, то это его гений. Варя ворвалась в игру, вот это вот ни-ни, это все сразу. Я бы даже сказал, если камеры выключены, раздербанила нам пердаки. Камеры включились? Да, я как мог жалил членом, но вот она подкралась сзади, раздербанила пердаки, ушла во свояси. Я понял, нужно было тоже просто пить виски, как и Варя, и я бы тоже круто сыграл. А у меня просто вода с нефтяными пятнами, из лужи вот так. Ребят, у нас есть приз, но так как мы передача добрая, мы, так как и так природа одарила победителя. Умением играть на трубе без инструмента. Тебе хуй, Толя. А остальным, чтобы сыграть нахуе. А остальные сертификаты в рестор. О, ну на тысячу. Господи. Да, Варя и так молодец. Варя всем все доказала, получила обожание публики и признание конкурентов-опонентов. И всех, кто получил звание учитель года. А вот один у нас мальчик есть, который, ну скажем так, проблемный. И его нужно поддержать всем классом. И имя этого мальчика Анатолия Бороздин. Спасибо. И мне кажется, Анатолий Бороздин должен получить сегодня приз. Чтобы не расстраиваться. Там раскраска. И сегодня, это по традиции нашей передачи... Это деньги? Это пакет тебе в институт ходить. Нет. Это предмет, который... Это пазл на шесть деталей. Почти. Это предмет, который не нужен в моем доме. А именно, рамка для фотографии ребенка, которому исполнился один год, который мы с женой так и не использовали. О. Возможно, для твоих будущих детей. Она очень хорошая. 1200 было. Это же рамка для фотосессии пасхальных яиц. Да, кстати, давайте перезапишем отсюда. Спасибо, Вань, большое. Это прекрасная рамка для фотосессии пасхальных яиц. Браво. Как раз наш выпуск будет в Пасхе. Спасибо. Даже Саша Ваш бы не сказал лучше. Ань, давай выйдем в апреле. В конце апреля. В конце апреля. И когда выпадет, да, Пасха. Это была родная речь. До встречи в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова